Всем привет! С вами Владимир и вы смотрите канал HardSound. Давно появилась идея рассказать про вклад крупных компаний в развитие индустрии музыкальных инструментов и гитарных эффектов в частности. Начать я предлагаю с корпорации BOSS по нескольким причинам. Во-первых, это один из крупнейших производителей, который имеет богатую историю. Во-вторых, в недрах BOSS создавались поистине революционные устройства, которые на момент своего выхода не знали аналогов. И в-третьих, скоро на нашем канале намечается серия роликов по работе с процессором BOSS GT100, за который, кстати, огромный респект нашему подписчику Александру, который прислал нам этот процессор из Америки. Создавая сценарий к этому выпуску, я достаточно быстро осознал, какое огромное количество фактов требуется уместить в одном ролике. Поэтому я решил выбрать основные тезисы и отталкиваться от них. Каждый из вас может снять аналогичное видео про те процессоры и педали от BOSS, которые встретились вам на творческом пути и произвели впечатление. И все эти видео будут отличаться, потому что каждый выбирает только то, что ему важно. Поэтому комментарии в духе про самое главное не рассказал, про ту примочку забыл, про этот процессор не рассказал. Здесь неуместны, так как мой выбор был такой, и сегодня мы остановимся на тех пунктах, которые выбрал я. Начнем мы с самого начала. И я очень надеюсь, что это видео будет не на 10 часов. Поехали! Жил-да был в Японии молодой человек Икутара Какахаси. Окончив техническую школу сразу после Второй мировой войны, он собирался поступать в высшее учебное заведение. Однако судьба распорядилась иначе. Заболев туберкулезом, будущий пионер электронной музыки на 4 года попадает в клинику. А завершив лечение, в 1954 году открывает магазин электроники Какахаси Радио Шоп в городе Фуминосота, округ Абена, Осака, который вскоре переименовали в Ace Electrical. И, наконец, в 1960 году компания обрела название Ace Electronic Industries и занялась производством электроорганов. Основной акционер Ace Electronic Industries, компания Sakata Shokai в лице своего президента, предложила заключить контракт с брендом National, который принадлежал Matsushita Electric, ныне Panasonic, для совместного создания и продвижения на рынок электрооргана National SX-601. Благодаря этой сделке наш герой, как и Хаси, смог получить большой стартовый заказ и развить серийное производство электроорганов для будущего сотрудничества с Hammond. Рост продаж повысился, и это позволило построить новую большую фабрику в городе Хамамасу. И вот тут-то начинаются финансовые трудности у компании Sakata Shokai, основного акционера Ace Electronic Industries. Компания потерпела убытки и была куплена. Наш герой-инженер Ихутара Какахаси не смог найти общий язык с новыми акционерами и в 1972 году принял волевое решение – расстаться со своей компанией и основать новый бренд. Решено было выбрать название Roland, так как оно звучало благозвучно на всех основных языках мира. А уже в следующем, 1973 году, была создана Boss Corporation, как подразделение, занимающееся созданием гитарных эффектов. Ну, с предысторией вроде закончили. Boss Corporation уже 45 лет на момент записи видео, и она явила миру множество девайсов и технологий, которые заслуживают своего собственного обзора. Но сегодня мы с вами коротко поговорим лишь об основных, не углубляясь в детали. Первая волна компактных примочек в привычном нам корпусе вышла на рынок в 1977 году и включала в себя 6 эффектов. Овердрайв BOS OD-1 – Овердрайв PH-1 – Фейзер SP-1 – Однополосный параметрический эквалайзер GE-6 – Шестиполосный эквалайзер CS-1 – Компрессор-сустейнер E-TW-1 – Автоквак Овердрайв BOS OD-1 обладал очень необычным звучанием среди примочек тех лет и быстро полюбился гитаристам. В схеме этой педали применено асимметричное диодное ограничение, благодаря чему хорошо передаётся динамика игры. На минимальном уровне гейна эти примочки часто используются в кассете бустеров и грелок. Выпуск BOS OD-1 прекращён в 1985 году, так как в это время на рынке уже вовсю продавался BOS SD-1, который был усовершенствованным вариантом предыдущего. В 1978 году на рынок выходит BOS DS-1 – дисторшн, который до сих пор считается самым популярным в мире. Эта педаль построена на базе операционного усилителя и симметричного диодного ограничения сигнала. Создавая эту примочку, инженеры BOS ориентировались в первую очередь на звукосниматели тех лет и позиционировали её как очень динамичный перегруз. С современными же мощными звукоснимателями входной каскад начинает рано перегружаться, поэтому в обзорах на ютубе частенько можно услышать пукающий и фузящий DS-1. Эта примочка выпускается и по сей день. В педали использовался традиционный для BOS активный байпас на транзисторном электронном ключе, а также входной и выходной буфера. На момент своего выхода эта педаль давала возможность получать мощный перегруз, не имея при этом разогнанного лампового стека. На сегодняшний день DS-1 уже не относится к разряду жестких и тяжелых дисторшинок, но продолжает пользоваться популярностью у многих известных музыкантов. В своё время на DS-1 играли Джос Фриани, Джон Петручи, Стив Вай и другие. Да, и мы не забыли, что на дворе всё ещё 1978 год и гитаристы всего мира очень хотели использовать эффект дилей. Но вот беда, ленточные дилеи были очень дорогими, громоздкими и ненадёжными. Что же делать? BOS выпускает аналоговый DM-1, Delay Machine, который давал вплоть до 500 миллисекунд задержки. А уже в 1981 году начинается выпуск дилея DM-2, имеющего сегодня большую коллекционную и фетишную ценность. В 1982 году BOS выпустили программируемый Loop Selector SCC-700, который мог сохранять прецеты и включать педали в произвольном порядке. Эдакий прообраз процессоров. Как мы с вами знаем, в начале 1980-х годов начался бум в развитии микропроцессоров и цифровых технологий, которые начали применяться и в музыкальном оборудовании. В 1983 году BOS создает первую в мире педаль цифровой задержки DD-2. Микросхемы и их обвязка едва помещались в стандартные корпуса, все детали стояли на платах максимально компактно. Еще одно знаковое событие в области создания педалей пространственной обработки произошло в 1987 году, когда был выпущен BOS RV-2. Первая в мире педаль цифровой реверберации, к тому же стерео. До этого момента существовали только рэковые устройства подобного класса. RV-2 получился настолько прожорливым по меркам педалей, потребляет 130 мА при 9 вольтах, что пришлось продавать педаль сразу с оригинальным блоком питания. В этом же году был запущен в продажу цифровой Pitch Shifter BOS PS-2, который позволял осуществлять бесступенчатую регулировку высоты нот. В марте 1991 года BOS представила миру настоящий гитарный мем – Metalzone MT-2. Эта примочка давала море гейна начинающим гитаристам и на ней можно было нарулить звук хоть металлики, хоть пантеры и других тяжелых групп. Ее моды в DIY среде также очень популярны. На нашем канале, кстати, есть подробное видео по самостоятельной сборке такого мода и ссылочка будет в описании. Среди тяжелых жужжащих перегрузов были также HM-2 и HM-3, из которых и эволюционировала Metalzone. В 90-е и начало 2000-х цены на микропроцессоры, память и другие чипы сильно упали, что позволило производителям гитарного оборудования разрабатывать и успешно продавать новый класс цифровых устройств, которые получили название «гитарные процессоры». И BOSS Corporation в данном случае не исключение. Первоначально материнская компания Roland выпустила в 1995 году напольный процессор Roland VG-8. Это было первое устройство с технологией эмуляции усилителей COSM, что расшифровывается как Composite Object Sound Modeling. По-русски это бы звучало как моделирование сложных звуковых объектов. Это полностью цифровой прибор, в котором реализованы модели усилителей, эффектов и кабинетов. На базе Roland VG-8 в том же 1995 году был создан более дешевый BOSS GT-5, который получил гораздо большую популярность среди музыкантов. Дальнейшая эволюция серии GT продолжилась в январе 1999 года, когда на выставке нам был представлен BOSS GT3. Нумерацию моделей японцы выбрали не совсем очевидную, что вводит любителей погуглить ретро-процессоры в некоторый ступор. Тем не менее, BOSS GT3 позиционировался как флагманский процессор того времени. Основные улучшения по сравнению с его предшественником, GT5, заключались в более продвинутых моделях усилителей. Следующее поколение процессоров GT появилось в 2001 году и называлось GT6. Этот процессор содержал уже 30 моделей усилителей, обновленные в Distortion Overdrive, а также новые эффекты UniV и Defretor. В каждом новом процессоре модели COSM уточнялись и дорабатывались, а производительность DSP-чипов росла. Этот процессор получил 24-битный DSP с частотой дискретизации 44,1 кГц, а также цифровой выход. Что было особенно актуально, потому что тогда в процессоры USB еще не ставили. В 2004 году BOSS представила следующее поколение процессоров GT8. Главное нововведение – это два независимых блока эмуляции усилителей. То есть теперь в левый канал вы могли поставить, скажем, Mesa Boogie, а в правый – PV5150 и все работало отлично. Кроме того, процессор научился работать в качестве футсвича для внешнего усилителя и переключать его каналы. Был добавлен разъем Amp Control. Также были улучшены алгоритмы High Gain усилителей. Мы плавно переходим к современным процессорам, которые активно используются на сегодняшний день – январь 2018 года. Тем, кто смотрит это видео годы спустя, большой привет! В 2008 году свет увидел BOSS GT10, в котором радикально изменили пользовательский интерфейс. Теперь все параметры и названия ручек отображались на экране, а сами физические ручки переназначались автоматически, в зависимости от выбранного эффекта, параметра или усилителя. Добавился Earthstone Wizard – система быстрой настройки и создания пресетов. Появился USB разъем и теперь можно было подключать процессор к компьютеру для записи, либо передавать на него или получать им в MIDI команде. В 2012 представлен BOSS GT100. Здесь появилась возможность тюнинга технических параметров усилителей и педалей эффектов. Добавилась возможность конвертировать гитару прямо в MIDI, а также специализированная программа Tone Control Studio, через которую удобно редактировать пресеты процессора прямо на компьютере. Аппаратно-программный движок этого процессора использовался в настольном GT001 и компактном GT1. Привет, логичная нумерация! Ну и совсем недавно на сайте BOSS появилась информация о новом флагмане GT1000. В первую очередь видим, что поменялись органы управления. Физических кнопок стало еще меньше, а в характеристиках заявлено применение 32-битных DSP с частотой дискретизации 96 кГц. Управление с мобильного устройства по Bluetooth. Хм, а где же COSM? Его место заняла новая технология AIRT – Augmented Impulse Response Dynamics, которая обещает живое дыхание ламповых усилителей, недостижимое прежде. Эх, маркетологи! Ну а мы с вами будем ждать обзоров и возможностей пощупать это чудо техники. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать. Так или иначе, компания BOSS продолжает свое развитие. И я уверен, что на наш с вами век будет еще достаточно технических прорывов в области гитарных обработок, педалей, процессоров и так далее. Ну а на этой оптимистичной ноте хотелось бы закончить. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу HardSound ВКонтакте. Ну а с вами был Владимир. Счастливо!